Донецк Лайф Игорь, расскажите, как вообще начиналось это все, с чего вы начинали формировать эту федерацию? Начиналось это все событие еще в 2017 году. Отношения к этому я не имел, к сожалению, никакого, потому что был ополченцем, воевал за республику. Потом у меня мои друзья, как в прошлом, ну пусть это будет само некритично, что ли, занимался я организацией всяких разных вещей, вопросов, даже ты об этом знаешь, не будем это скрывать. Друзья пригласили в федерацию автомобильного спорта, она еще называлась тогда федерацией авто-мотоспорта Донецкой Народной Республики. Структура была очень вялая, мертвая совершенно, никто и не занимался особо, но ее самый большой плюс в том, что 99% спортсменов, которые жили в бывшей Донецкой области, профессионалов, это люди, которым далеко за 50, то есть это люди, которые стояли еще у стоков советского автоспорта, они влились в эту федерацию. Меня пригласили туда, мы начали заниматься, как-то полетело быстро время и ушел в заполчение, потому что надо что-то одно выбирать, либо воевать там, либо строить республику. Ну я для себя сделал выбор, пусть ребята там, кто сейчас смотрит, не обижаются, а каждому свое. Я решил взять на себя ответственность за развитие автомобильного спорта в ДНР. Влился, выбрали меня президентом и мы начали работать. А с чего начинал? Кому пошел, кому обратился? Ой, да я когда-то очень давно-давно занимался таким видом спорта, как дрэг-рейсинг, это гонки на ускорении, на любительском уровне. Друзья мои, ну я автомобилист, автомобилист с очень большим стажем, у меня машина была, я долго занимался, на выставке возил, очень долго, очень ускоро. А дорога у вас с таким? Да я за рулем лет, наверное, 9 всего, но я объездил всю Украину и весь Украинский, у меня за спиной далеко за полмиллиона километров. Очень много ездил, очень люблю машины и сына тоже к этому приучал. У меня с 5 лет вместе со мной ковырялся в гараже. Я из простых людей, не из мажоров так называемых, вот этим горжусь в принципе. Вот, и как-то все, ты знаешь, я даже сейчас не вспомню с чего началось, как снежный ком. Начали работать со спонсорами, оказывается в республике у нас есть, все знают, бизнес, который работает, можно подойти и сказать, ребят, ну как бы, ну моя позиция и нашей команды всей, не брать ни копейки денег с республики вообще. Потому что, зная ситуацию, которая сейчас происходит, несмотря на минские соглашения так называемые, да, война не закончилась, она продолжается, к сожалению, гибнут люди, людям просто ничего есть. И приходить к руководству республики, говорить, дайте денег на развитие автоспорта, это просто неправильно. Есть представители бизнеса, к которым нужно обратиться, я это не скрываю, сказать, ребят, ну помогите сделать, помогите призами, помогите подарками. Это делается совершенно на голом энтузиазме, ни копейки никто ни за что не берет. То есть есть меценаты, но федерация это совершенно некоммерческая структура. Совершенно некоммерческая структура, которая делает все за свои деньги, вплоть до того, что в самом начале я вместо приобретения автомобиля, на который я откладывал деньги, просто купил оборудование для того, чтобы озвучивать соревнования. И так каждый вкладывает в это все. Присоединяется молодежь и постепенно вся эта структура начинает расти. А в чем вообще заключается суть и функция самой федерации? Суть и функция собрать профессионалов для того, чтобы не путать профессиональный любительский автоспорт. Любительский автоспорт это когда ребята энтузиасты клуб собрался, покатались, все замечательно, прекрасно. Профессиональный автоспорт это, прежде всего, колоссальная ответственность и работа на перспективу. Федерация важна тем, что это некий концентратор огромного количества профессиональных спортсменов, судей, это целая кухня своеобразная, которая обучает молодежь. Вот ребята к нам приходят, молодые, говорят, мы хотим... Вот смотри, простой пример. Все видели, что такое авторалли, да? Ну, я думаю, да. Люди знают, что это такое. И у многих мальчишек и девчонок всегда была мечта оказаться в закрытом парке. Это та зона, где вот гонщики собираются, даже зрители не пускают. Мы провели 4 этапа авторалли уже в республике. Мы очень рады, что 4 этапа прошло. На самом деле это колоссальная, просто колоссальнейшая победа. Сейчас прошел год, я не верю, что мы это потянули. Я немного перебью. С какого момента вы вообще работаете в ДНР? Ну, работать федерация начала с 2015 года, где-то с мая месяца. До этого было очень все вело текуще. Там проводили 2-3 соревнования, по-моему, за все время вообще. А вот такой вот вопрос, с чем это вообще связано? Люди неинициативные или не было бы сложности? Нет, это старая закалка наших руководителей, которые, к сожалению, еще присутствуют в федерациях, которые не понимают, что надо тянуть не с государства деньги, которые только становятся на ноги, а надо искать другие способы, где взять денег на организацию соревнований. И у людей я не хочу, опять же, ни в коем случае никого оскорбить. Немножечко, знаешь, такое какое-то не наше понятие в плане спорта. Я имею в виду многие федерации. Сейчас ситуация выравнивается, мы об этом сейчас поговорим. Я всю эту кухню знаю. Люди привыкли на этом зарабатывать деньги. А мы, и такие люди, как я, их очень много сейчас, поверь, и они стоят у руля в многих федерациях, прежде всего ставят себе задачу развития. О каких сейчас деньгах может идти разговор? Ну да, для начала необходимо развить республику, а потом уже постепенно начинать запрос. Конечно. У нас война идет. У нас идет война. Ее никто не отменял, правильно? Вот и все. Вот и ответ на вопрос. А вот люди, которые работают в федерации, это какие-то специально обученные люди? У них есть образование? Да. Это старые спортсмены, которые представляли когда-то Донецкую область. Было подразделение Федерации автоспорта Украины. Это люди, которые наши, остались здесь. В том числе и спортсмены, многие профессиональные, которые не выезжают в Украину. Я очень негативно отношусь к тому, что человек выезжает, живет в Донецке, есть такие, поверь, люди, и выезжают в Украину на соревнования. Когда задаю вопрос, говорю, а как ты так можешь? Ты же коренной дончанин-то. Он говорит, да я вне политики. У меня желание просто отвезти куда-нибудь на Октябрь или туда подальше, просто познакомить с людьми и показать, как они там живут. Я считаю, это преступление просто, моральное, этическое. Это на корню неправильно. Как можно выезжать в государство на соревнования, которое просто нас уничтожает? Ну, может, я такой, вы меня простите, конечно, это субъективное мнение, но я этого не понимаю. Был первый шаг в восстановлении Федерации. Что было дальше? Снежный ком. Снежный ком? Снежный ком. Пришла молодежь. Начали работать кружок первый в Донецке по картингу. Я о нем сейчас хочу, если ты не против, отдельно рассказать. Это наша колоссальная гордость. Министерство образования, низкий поклон и огромное спасибо, честно. Лариса Петровна Полякова, я ее просто обожаю как человека. Знаешь почему? Она простой человек, она болеет за то, что она делает. Я с ней столкнулся, и столкнулся с Министерством транспорта. И родилась программа, которая работает. У нас сейчас в шести городах республики шесть кружков по картингу, которые занимаются детьми бесплатно. Совершенно бесплатно. Все это зарегистрировано официально? Да, да, да. Это официальная программа, так как положение нашей Федерации немного грустновато, из-за отсутствия закона об общественных организациях. Естественно, мы работаем, сложно нам работать, очень тяжело. Мы не можем ни с деньгами работать, ни зарегистрироваться. Ну, такова сейчас ситуация, ничего мы с этим сделать, к сожалению, не можем. Ну, мы признаны, мы официально есть. Нас признала Ингушетия, наша Федерация, наши ребята выступали в Ингушетии и выиграли чемпионат в этом году по дрэгрейсингу Галлоперова. Просто молодцы. На народном автомобиле, на Тавре, абсолютный рекорд Ингушетии. Луганчане нас признали, то есть, как бы, ну, в таких рамках работаем, но не жалуемся. С деньгами не можем работать. Спонсорскую помощь, естественно, не можем принимать деньгами. Только подарками, только какими-то просьбами. Работаем с оператором связи Феникс Республиканский с первого дня. Вот как-то завязалось у нас сотрудничество. Они нам помогают очень здорово. Администрация города, все министерства, никто не отказывает. Все наоборот, мне кажется, рады, что такая федерация существует и развивается. Да. Все-таки подробно о картинге. Шесть кружков, 570 детей, если мне не изменяет память, на сегодняшний день занимается совершенно бесплатно. Программа рассчитана на 20 лет вперед. Мы-то Республика встроим. Мы смотрим в будущее. Конечно. Эти дети будут иметь квоту на бесплатное обучение в техническом ВУЗе и автоматическое трудоустройство в Министерстве транспорта ДНР. То есть растет поколение детей. Это инженеры, это механики, это ДТП, это люди, которых сейчас просто катастрофическая нехватка из-за ситуации в Республике. Потому что много специалистов выехало. А нам, я думаю, лет через 5-6 мы столкнемся с проблемой. Уже. Если не раньше. У нас молодых кадров вообще нет специалистов. инженеров. А их воспитывать один из способов это воспитание вот с этих технических кружков. На каких площадках они вообще занимаются? Это больная тема. У нас, к сожалению, при прекрасной, замечательной, свободной Украине были отжаты все площадки, все картодромы, которые существовали, на них построили рынки. Ну вот, неинтересно это было в Украине. А мы сейчас потихонечку возрождаем. Пока площадка это фан-зона Шахтера, стадиона, где проходят постоянные соревнования, много видов спорта. И в перспективе на Республиканском центре детского иношебского творчества мы хотим сделать ремонт асфальтного покрытия. Если мы его сделаем, то у нас появится изумительная трасса с технической базой. Поддержка от Республики есть? Есть. То у вас еще поддержка? Российская Федерация возможна? Нет, Российская Федерация нет, потому что из-за нашего положения сейчас Российская Федерация автоспорта по сути нас де-факто не признала. Но поддержка, какая поддержка? Нам в принципе никакая поддержка не нужна особо. У нас есть меценат с России, с Российской Федерации, очень крупная компания, я не буду назвать естественно кто это, но мы в ДНР в этом году запустили дисциплину автозвук соревнования. И россияне нам привозят подарки для участников соревнований. У нас автозвук считается видом спорта официально. Я понимаю, что это с одной стороны нонсенс, но в России этого пытаются добиться больше 10 лет. Мы этого добились в ДНР и благодаря этому россияне нас поддерживают, помогают нам шикарными призами. Эта дисциплина как ни странно взлетела, она сейчас растет, проходят этапы массово, мы очень довольны. В чате спрашивают, как обстоят дела с горячесмазочным материалом в ДНР. Замечательно. Все хорошо у вас. Все хорошо. За качество топлива я говорить не буду. Хотя, 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 если мы говорим вообще о качестве топлива, да, в ДНР, то на три головы выросло все по сравнению с прошлым годом. То есть понятие залить так называемый шмурдяк я не встречал, честно. Я езжу очень много. У нас что газ, что бензин есть везде, и славогово качество лучше. Действительно лучше намного. Какие проекты в себя еще включают в федерацию? Автожурналистика, которую мы поднимаем в радиошоу на радиостанции. Я надеюсь, мы отдельно потом об этом поговорим в отдельной даже передаче. И старт большого телевизионного проекта, посвященного автомобильному миру в республике. Делаем мы его на голом энтузиазме. Будет презентация, надеюсь. Я думаю, что это даже совместный какой-то проект будет. Проект направлен на то, чтобы поддержать молодежь. То есть человек сидит в гараже, я столкнулся с такой ситуацией, просто начал ездить по автоклубам нашим, донецким. Есть у нас клуб, пример, автоэкзотика. Сколько в донецке у нас автоклуба? Действующих шесть. Это которая работает, я имею ввиду не мажорские тусовки, так называемые, но будем вещи своими именами называть, а клубы по интересам. То есть передовой клуб, который мне сейчас очень импонирует, нравится, это BMW клуб Донбасс. Ребята самоорганизовались, любители BMW, у них слеты проходят, они сейчас вошли в состав федерации уже автоспорта. То есть как бы хотят организовывать от клуба соревнования, но на высоком уровне. И отдельно хочу отметить клуб автоэкзотика, это клуб любителей экзотических автомобилей. Такого количества уникальной техники я не видел никогда и нигде. То есть американские машины редкие, ребята их восстанавливают. Вот это то, что хотелось бы показывать в телепроекте. Это в телепроекте. Также я знаю, что состоялся чемпионат ДНР по автозвуку, если я не ошибаюсь. Да много чего, там не чемпионат, он с четырех этапов состоял. С четырех этапов. Четырех этапов. Думайте как-то поподробнее расскажите, как это было. Вот глаза горят, зрелищно. Глаза горят, потому что я сама была на этом мероприятии, я видела это собственными глазами. Расскажите, как это было, какое было звучание. В общем, Дисциплина автозвук. У нас проводится новая дисциплина, будет в 17-м году, называется РБФ, Republic Bass Fight. Республиканские соревнования по звуковому давлению. То есть кто больше выдаст баса, грубо говоря, ну простым говоря языком. Провели четыре этапа мы. Один в горловке, первый у нас был такой, слабенький очень был. Второй этап в Донецке, третий этап в Донецке, четвертый, третий этап, кстати, на день города делали. Опять же, на фан-зоне Шахтюра уровень, ну очень высокий. Меня поразило то, что на четвертом этапе, если не ошибаюсь, по-моему, около 60 участников было. Участники из ДНР или, возможно, еще... ДНР, ЛНР, международные соревнования. Луганчане нас приезжают, извините, наказывают, забирают первые места и просто уезжают. Краснодон, красавцы, я их обожаю. Как они это делают, я не понимаю, но они приезжают в двух классах и забирают стабильно первые места. То есть, это растет. Да, и что еще касается луганчан, опять же, вернемся к конкретно автоспорту, дисциплина авторали. Это серьезная очень дисциплина. Проводили мы три этапа в этом сезоне на Донецком море. Это легендарная трасса, построена в советские времена и последний раз в Пистине Шивайс, по-моему, в 1984 году там проводилась авторали. Мы возродили эту традицию, у нас появились меценаты, которые нам помогли, и арку купили стартовую. И прошло на очень высоком уровне все. Приезжали луганчане, на первом этапе судили у нас россияне. Судьи приезжали с России поддержать нас, потому что увидели, что это все живет. Сорвался у нас, сорвался четвертый этап в Луганске, мы хотели провести, но в 2017 году, я уверен, что вас поддерживают еще высшее воисковое командное училище. Да, генерал-майор Тихонов, это отдельная тема. И однократно уже вам помогали оцепливать трассы. Все знаешь? Все знаю, да, проинформировано. Расскажите, как удалось вообще взаимоотношения выстроить и не было ли никаких там преград? Не было преград, и я тебе скажу, потому что бывших военных не бывает, правильно? И я как человек ополчения с первой волны, ну мы все просто друг друга знаем. Со штурма был госадминистрацией, и поэтому, когда к Михаилу Геннадьевичу я пришел, сказал, Михаил Геннадьевич, нам не помочь, будем автоспорт возрождать? Он говорит, да, конечно, чем смогу, тем и помогу. Вот и все. А то, что участвуют в военном училище, это здорово, потому что молодежь, курсанты с огромным удовольствием там находятся. Ведь это же очень хорошо, это показательно, что будущие офицеры участвуют в таких вещах. Это же важно, это патриотическое воспитание молодежи. Наша задача какая? Донести людям, что не надо носиться как сумасшедшие по улице, для этого есть спортивные соревнования, приезжайте, мы вас бесплатно чему-то научим. Это первое. Второе, мы рады видеть всех новеньких молодых ребят. Мы бесплатно сделаем вас судьями, маршалами, только ваши желания. Мы против наркотиков, против алкоголя, мы за здоровое поколение. Почему бы и нет? Это прекрасная пропаганда. Как можно зарегистрироваться на эти мероприятия? Да все бесплатно. Надо следить просто за афишами в интернете, в соцсетях мы очень активно работаем. уходит афиша, приезжаешь на место проведения и там проводится регистрация? Да, да, да. Если это авторалли, то по авторалли у нас проводятся бесплатные семинары обязательно. Без посещения двух семинаров мы не допускаем спортсмена. Где проводится и кто проводится? Ой, места мы меняем, потому что мы богатые, это безобразие. Ну, то есть где договоримся, там мы проводим. Все совершенно бесплатно. Это может быть РСК Олимпийский, это может какое-то быть кафе, что угодно. Об этом информация за 2-3 недели выкладывается. У нас есть группа в соцсетях некоммерческая, называется ФАМС ДНР, это Федерация автомобильного спорта Донецкой Народной Республики. Проект Территория Свободы так называемый. Не просто так мы это назвали, Территория Свободы. Заходите, регистрируйтесь, там вся информация есть. Проходят постоянно семинары по новой дисциплине, кстати, шикарной, автомногоборье, в которую входит автослалом. Это езда между конусами. Очень интересная дисциплина. Советую, настоятельно рекомендую участвовать. В этом году мы умудрились даже с Минтранцем провести слалом на автобусах. Профмастерство. Шикарное, зрелищное мероприятие. Сколько автобусов участвовало? По-моему, около 20. Я не помню точно цифру. У нас столько событий проходит в Панзоне. На Панзоне Шахтер участвовали автобусы. Действительно, это были желтенькие автобусы Богдана или как они там Карусы называются. Их заносило, но победу кто одержал? Я не помню, честно. Не помню. Если мне память не ошибает, это был Донецкий автобус? Или они все были из Донецка? Нет, это представители со всей республики были. По-моему, он все-таки из Донецка мужчина одержал Панзон. В классе это лом, по-моему, да, там участвовала Рута, у нас Рута слабый класс был, но эталоны носились просто нереально. Участникам понравилось. Сама суть в том, что участвуют вообще из Луганской народной республики, из Донецкой народной республики и проводятся вот такие вот различные мероприятия различного рода мероприятия. 10 подвидов у нас спорта. 10 подвидов. Можете перечислить? Из тех, которые сейчас работают авторали, авто многоборье, ну не будем его распиливать на отдельные дисциплины. Детский картинг и драгрейсинг на 402 метра ускорения. Автозвук. Рабочие 4, по сути, хорошо рабочие дисциплины. А если развивать, что необходимо для того, чтобы развить остальные подходы? Деньги, деньги, потому что построить автомобиль кроссовый это дорого. Трасса для автокросса очень специфичная. Ну все сейчас упирается, по сути, финансирование. Хотя, по этапу, судя по 2016 году, по этапам, я почему равняюсь на авторалии, потому что это, по сути, вершина автоспорта. Выше только Формула 1 идет. Люди выросли на три головы. То есть, ребята где-то умудряются находить спонсоров, сейчас деньги, вваривать каркасы в машины. То есть, поднимать уровень. Также есть вопрос в чате. Как обстоят дела с безопасностью экипировка кузова в противоположном мире, медицина? Медицина, понятное дело, Министерство здравоохранения вам помогает. А какая-то экипировка должна же быть? Есть, это в обязательном порядке. Что касается автослалома, я думаю, там особо ничего не нужно, участвуют гражданские автомобили. Что касается авторалии, да, это проблема очень большая. Потому что авторалии сейчас проводятся как асфальтные минерали, так называемые. То есть, проводить взрослую гонку по грунту мы не можем и не имеем морально-водического права, потому что нету таких автомобилей подготовленных. Проводится асфальтная гонка, но там жесткие требования. Есть регламенты жесткие, где указано обязательно наличие шлема, обязательно ремни безопасности, обязательно комбинезон и т.д. и т.п. Но, к сожалению, не все участники соблюдают эти правила. То есть, бывают ситуации, даже во время заезда ты останавливаешь автомобиль, а человек сидит не пристегнутый. Вот эта культура спортивная, она еще не присутствует, и надо прививать. Это очень тяжелый, сложный процесс, то есть, вплоть до того, что в закрытом парке, я даже не скрываю, люди умудрились развернуть мангал и начать жарить шашлыки. Это грубейшее нарушение. Вот это все донести, вынести очень сложно, потому что люди не привыкли к профессиональному автоспорту, но в 2017 году введены новые регламенты очень жесткие, вплоть до исключения снятия спортсмена. То есть, и больше этого просто не будет, потому что спорт это прежде всего безопасность. Бывали какие-то такие чрезвычайные ситуации? Были, конечно. На авторалле у нас Mercedes обнял дерево. Это совершенно нормальная ситуация. Ничего не вижу в этом трагичного. Люди в шлемах были, люди экипированные, ну, разбили машину. Вот, вылетал наш 35-й, который теперь 85-й номер, Александр Грубальский несколько раз. Это нормальное явление, он у нас по жизни боком ездит на ралли. а так, в принципе, тфу-тфу-тфу, постучу по дереву, где-то деревяшка поближе. Вроде пока все нормально проходило. То есть, каких-то критик, мы не ставим, мы даже на авторалли, на минерале ставим ретардеры таким образом, чтобы участники не могли ехать быстро. То есть, максимально заставляем их ехать на минимальной скорости. Какая скорость приблизительно? Ну, я думаю, что не больше 80-ти они где-то разгонялись. Но нет таких участков. То есть, мы стараемся это ограничивать. Есть буквально в Пелетоне 4-5 автомобилей, которые в состоянии ехать по-взрослому. Остальные нельзя. Есть ли у нас в республике какие-то выдалющиеся спортсмены в этой отрасли? Есть. У нас в ралли великолепно отъездил просто Вова Негода, Луганская народная республика. Ребята в Угончании молодцы, просто умнички. У нас Галаперов Андрей великолепно отъездил в этот сезон. Балащенко Андрей тоже у нас команда М-спорт отлично отъездила. У нас в Слаломе в автомногоборе девочка тоже, изумите, Маша отъездила. Девчонка объехала всех пацанов в абсолюте. Это потрясающе. На стандартном автомобиле уникальный случай. Как вы к этому относитесь? Очень положительно. У нас девчонки в дисциплине автослалом и это только вызывает гордость огромную. Девочки просто супер молодцы. Утерли пацанам нос. Причем фантастический результат, честно. Мы сейчас поговорили о федерации. Давайте перейдем вообще к вам как к личности. Вы все-таки являетесь президентом федерации автомобильного спорта Донецком Народной Республике неспроста. Расскажите, чем занимались ранее и как вообще к этому пришли? Да, я слышала, что вы с профессиональным драг-рейсингом. Ну, не профессионально, любительский. Это было очень много лет назад. Потом это все было заброшено, похоронено, потому что я стал в свое время перед выбором заниматься бизнесом либо заниматься спортом. К сожалению, не получалось одновременно. Потому что любительский автоспорт у нас был развит, но это совершенно не то было в профессиональный. Попасть было очень дорого. Потом был бизнес, работал, работал, работал. Началась война, естественно, с первого дня пошел воевать, администрация, т.д. и т.п. Потом, получив ранение, меня как бы перевели немного в другую структуру, где я начал заниматься гуманитарными миссиями. То есть мы возили детские концерты по городам республики, занимались детьми, плотно занимались детьми. Это дало определенный опыт в организации чего-то массового и понимание того, что вообще можно этим заниматься и это получается. То есть можно сказать, что вы не остались в стороне от событий, которые у нас разворачивались? никогда в жизни, никогда в жизни. И потом, то, о чем я говорил, пришлось сделать выбор, либо это, либо это. Занимался, помогал организацией первого фестиваля «Большой Донбасс». Я уже запутался в 16-м, в прошлом году, да. В 19-м летом был. Да, 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 да. Как технический директор. То есть всегда хотелось чем-то помогать и что-то двигать. При Украине чем занимались? Ну вот, вы знали бизнес. Бизнес и всё. И не хотелось что-то менять? Ай, а была ли возможность? То есть можно сказать, что в Донецкой Народной Республике намного больше возможностей не было раньше? Конечно, конечно. Потому что она не просто называется Народная Республика, кто бы что ни говорил. Да, есть трудности, да, есть сейчас проблемы определенные. Но я всегда, когда, ну, сейчас по сфере своей, хобби даже, автоспорт – это хобби, это даже не деятельность, она же прибыли-то не приносит никакой совершенно. Встречаясь с многими людьми, очень так называемыми возвращенцами сюда, которые понюхали в Украине всё это, ну, то, что там происходит, приехали назад, и они на это всё смотрят, говорят, а как? Я говорю, вот, плохо, плохо. Я говорю, ребята, берите и сами делайте. Но я не прав. Кто хочет чего-то добиться, бери и занимайся сам. Единомышленники найдутся всегда. Главное – иметь желание. Всё. Запрещать. Я не слышал, чтобы кому-то что-то запрещали. Если это противоправные действия, либо какие-то ситуации, которые противоречат развитию республики, естественно, их будут запрещать. А если это на пользу республики идёт, почему бы нет? У нас куча политических движений, которые поддерживают всё, и людей адекватных, слава Богу, очень много. Почему бы не заниматься? То есть я не слышал, чтобы какую-то инициативу зарубили. Мы разделили свою федерацию, потому что не должно быть федерации авто-мото-спорта. Мы даже называли это анекдотом. Авто-мото-велоспорт – это ДТП. Но это смешно на самом деле. А нет федерации именно мото-спорта? Уже появилось. Вот к чему, да. То есть появились люди, которые занялись, потому что для меня два колеса, я очень люблю мотоциклы, я люблю байки. Я сам езжу на американской машине с огромным объёмом двигателя, с V8 мотором. То есть я с байкерами очень крепко дружу. Понятно, почему. Потому что даже в 2015 году я вывозил первых детей из ДНР в Москву на открытие байк-центра к хирургу. Мы возили коллектив «Казачий двор» туда. То есть мы с байкерами в очень хороших отношениях. Появился у них человек, который хочет заниматься, они отделились, а занимаются. Мы дружим. Это совершенно нормально, это развитие, это очень большой шаг для них вперёд. Потому что заниматься и тем, и тем очень тяжело. Это совершенно разные вещи. Также вы затрагивали тему о том, что автомобильный журналист единственный журналист в ДНР. К сожалению. И ЛНР, да, наверное. Как вы к этому пришли и был ли раньше опыт журналистики? Опыта журналистики не было никогда, но был очень богатый опыт. 16 лет работал, учился и работал ведущим диджеем в ночных клубах. То есть это да, ну, понятно, да, это имеет немного к этому отношение. Мои друзья открылись здесь, чеховская радиостанция, открыл здесь представительство. Я думаю, в эфире не надо говорить, кто это пока, не нужно, ну, мало ли, сочтут рекламы. Вот. И раз пригласили меня на эфир, два пригласили, приехал с друзьями, с коллегами. Интересный эфир, сказали, классно, здорово. То есть по автоспорту, по дисциплинам, вообще по автомобилям. А не хочешь ли попробовать повести передачу сам? Я провёл эфир, пролетел год, как один день. И передача эта ведёт дальше, развивается, много тем обсуждается. Я же говорю, я надеюсь, что сейчас мы потянем телепроект. Потому что это оказалось интересно людям, темы затрагиваются разные, начиная от автоспорта, заканчивая грузинскими автомобилями, которым сейчас наводнено просто всё. Радиокомета. Как Вы к этому относитесь? Ну, с первого дня это. Вот как раз... С первого дня? Да, да. И чем же сейчас Вы занимаетесь? Как раз это передача. Это передача выходит на радиокомету? Да, комета Донецк. Да, совершенно верно. С включениями в Чехов, в Подмосковье. Наша передача включается в Подмосковье. Тоже там её люди с удовольствием слушают. Какие дальнейшие планы? Развивать, развивать. Приглашать молодёжь, что хочу обратиться к тем, кому это небезразлично, кто заинтересован на энтузиазме заниматься. Ребята, вливайтесь. Есть сейчас возможность стать в основе огромной структуры, мощнейшей, которая будет развиваться дальше сама. Мы всё поможем, мы всё научим. Нам интересны перспективные, молодые, интересные ребята. Девчонки, мальчишки, неважно. Всё подскажем, всё расскажем. Могу привести пример. У нас есть ребёнок, 16 лет, Анюта Лисовенко, которая занимается 10 видами спорта. Десятью. Она сейчас маршал, у нас в Федерации спортивной. Она вот поехала в Луганскую Республику на соревнования, заняла там четвёртое место, мы ей помогли, собрали деньги на эту поездку. То есть вот простой пример. Ребёнок 16 лет, занимается 10 видами спорта и плюс ещё и у нас. Вот, берите пример. Физически крепкая девочка, симпатичная, просто прелесть. Есть чему поучиться. Ну что ж, хочется вам пожелать успехов в развитии вашей Федерации, в развитии ваших всех проектов. Я надеюсь, что и дальнейшее сотрудничество будет, и будем ещё с вами общаться, и увидимся с вами ещё не раз в студии. Сто процентов. Ну, а я напомню, сегодня у нас в открытой студии Донецкой Лайв был президент Федерации автомобильного спорта Донецкой Народной Республики Игорь Зуев. Спасибо вам большое за эфир. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok